Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы пойдем на водопады в Анталии, на Верхнедюдиновские водопады, есть еще и нижние. Добраться сюда можно спокойно на автобусе, все ссылочки оставим в описании. И, собственно, уже приглашаю прогуляться. Здесь можно покататься на верблюдах. Это, собственно, напротив входа в водопад. Кстати, до сюда можно доехать на автобусе. Собственно, вход в водопад стоит 5 лир взрослой, да? Да. 3 лиры ребенок, только на сколько? А, а вот, кстати, написано 165 лет и до 7 лет. Тут какие-то, я не знаю, может, бесплатно, надо будет узнать. Так, и тут безнал не принимают, но зато вот тут есть рядом банкоматы, так, единственные. Ага. Правда, банкоматы, вот не знаю, мне кажется, там будет с комиссией, но ничего страшного, один раз можно снять. Я вам пока поснимаю верблюдиков. Если честно, мне их жалко. Я вот знаю, что на верблюдах очень сильно неустойчиво ехать. Ну, какой переименуется, какой-то весь полюшивенький. Ой, судьба такая, видимо. Рядом здесь со входом небольшой рыночек. Можно прикупить тут солнечные очки, панамки, кафешка есть. И при входе любимый мороженец, который не дает мороженое. Счастливый Денис. Жарко. Так, при входе нас встречает такой вот лев. Мы уже сюда зашли. Это какая-то собака. Лев говорит рраням. Рраням. Будка с дельфином. И такой это минорет, да, называется? Да. И там вот, кстати, зона для пикников, мы сейчас обойдем, покажем. Так, нам еще дали... Вот так, дай, подержи. Как дали? Взяли. Ну, как нам дали, да. То есть, если хотите взять такую штучку, вам придется взять ее самим. Тут карта, собственно, этого парка. Ничего не понятно. Ну, не особо. В отличие от зоопарка. Ну, почему не понятно? Вход-выход, все понятно. Вход-выход, понятно. Так, ну, вот вы сами. Видите? Наверное, мы вот здесь, да? Они зелененькие, да. В общем, мы сейчас здесь все сами облазим. Встречает у нас такой огромненький флаг. И идем дальше. Очень много, кстати, удобно скамеечек. Я думаю, без скамейки тут никто не останется. И людей. Хотя еще не сезон, но людей уже много. Так что, я думаю, лучше, наверное, ехать. Если не любите столпотворение, то с отрядок. Тут что-то продают у нас, какие-то игрушечки. Так, посмотрим, что тут. Там, так, тут есть туалет, это не может не радовать. Гуси, настоящие гуси. Здорово. Это же гуси, да? Здорово. О, а тут их еще больше. Сейчас я... Утки? Ну, какая разница, такие вот крякалки. Ой, как красиво. Слышите, какие звуки? Мне кажется, это еще кто-то там поет. В общем, кроме того, что здесь вот водопад, здесь очень хорошо все обустроено. Можно вот так все посмотреть, походить. Банановые пальмочки, да? Да. Мы вниз идем? Так, ну, здесь по традиции уже всякие сувениры, да, начинаются? Угу. Кстати, недорого, магнички по 5 лир. Такс. Ну да, всякое-всякое, всячина. Вот такие штучки. Анталия написано. Так, здесь очень хорошо, все в тени. Сюда, я думаю, очень здорово приходить с детками. Запах. Запах очень вкусный. О, а тут указатель. Антик, Зайтин, Ягин. Так, Зайтин я знаю оливковый. Больше я ничего не знаю. Древний какой-то. Древний оливковый. Какие-то развалины. Так, ну давай, может, непонятно, идти вот по указателям вечно, дилемма, или идти прямо? Тебе же карту дали, для чего? Да и в этой карте не поймешь ничего. Да, нет, как-то нет. Там горная речка. Ну как горная речка? Горная речка, гора, река, горная речка. Как здорово! Собственно, вот она начинается. Кстати, говоря... Сейчас я с другой стороны покажу, подсматриваем. Здесь вот так вот все красиво начинается. Так, здесь вот такие интересные камешки, не сломать бы ноги, называется. О, знаете, я думаю, когда вода поднимается, здесь прям вот вода течет, да? Да, да. О, это здорово, прям супер. Так, топаем-топаем. Что я вам хотела показать? Собственно, можно вот покушать в кафешечке. А можно сесть в водопад и посмотреть? В кафешечке и посмотреть вот, собственно, наверх водопада. Так, да, тут вот бесплатная зона. Пожалуйста, берите с собой сыр, колбасу, что душе угодно. Можно, я думаю, взять, я не знаю, даже зайти в какую-нибудь кафешку, взять что-то и вот сюда сесть. О, гон какой огромный! Я даже не думала, что он такой огромный, если честно. Я, кстати, поняла, чем пахнет. Пахнет горная речка. Очень вкусно вот так вот, запах. Смотрите, насколько мощное течение, что аж выдолбила в камне. Все. А, свадьба! Я ни на что не намекаю, но у людей свадьба. Это же не надо, свадьба. С платьицем хочу. Я с платьицем хочу свадьбу. Будет. Зайдем в уголочек. Так, ну тут не особо что видно, да? Отсюда уже видно, Денис, тут водопад. Какие свадьбы нет? Так, Денис у нас в Википедии включили. Денис, рассказывай нам. Подсматривай. Примерно его оценивают как 600 лет ему. И высота где-то 27,5 метров. Вот сейчас мы с вами находимся на верхнем плата. Вот если Настя сейчас вниз направит, то можно увидеть нижнюю площадочку. Можно туда спуститься и посмотреть вниз. Ну да, но мы сейчас, конечно, уже все спустимся с вами и везде все изгладим, да? Ага. Так, здесь предлагают у нас вот что-то по 30 лир в среднем. Такой веселый повар. Здесь шикарный, конечно, вид. О, это уже пахнет. Вот эта фиолетовая, опять забыла, как называется. А здесь можно увидеть воробушков. Воробушков? Да, прямо наших российских воробушков. Они прямо из России? Во, вон, садись, смотри. Ну да, я вижу. Я думаю, на камере это будет не видно. И вот такая красота открывается нашему взору. Денис кричит, не высовывай камеру. Ого. Сверху вид прям здоровский. Мне нравится. Не знаю уж, насколько там снизу. Я знаю, что как-то можно зайти внутрь водопада Ласны. Наверное, вон он там, справа. Сейчас вам покажу. Вниз? А мы поверху не пойдем? Это разные слова. Я поняла. А поверху мы не пойдем? Мы сейчас не спустимся. Магара, это значит... Магара. Это, как ее? Коверный. Зараза. Короче, вниз спустимся. Денис экскурсовод от Бога. Иди по правой стороне, тут ступеньки больше. Так, аккуратно. О, головой. Денис постоянно стукает. Видите, как насколько тут узко. Ого. Тут прям такой. Экшн спуск. Я даже не знала, на самом деле. Так, спустились вниз. Одели микропонтик, чтобы вам получше было слышно. Надеюсь, вам хоть что-то слышно. Ну, конечно, можно просто звук водопада. Смотрите, какой он силы бьет там прям. Вот как думаешь, если там под водопадом, кстати, гидромассаж хороший будет? Я думаю, да. И такой божественно-голубой цвет. Кстати, в водопадах плавать запрещено. Штрафуют. А я не видел нигде. А я видела. Это такая красивучая пещера. Так, можно тут еще вот так вот подглядеть немножко. Вода прям просто голубая-голубая. Прозрачная-прозрачная. Я надеюсь, просто вам видно это все. Так, очень красиво. Напоминаю, вход стоил 5 лир с человека. Так, еще вот такая вот дырочка. Так, а тут вам уже, наверное, ничего не видно. Засвечивается, да? Ага, вот так вот. Так, и, собственно, тадададам. Сейчас находимся как позади водопада, да, наверное. В общем, изнутри прям самого водопада. Такие свисают прям нереальные. Сейчас постараюсь вам вот показать. Сталактиты, думаешь? Ну, я думаю, это просто камни. И капает, кстати, с потолка. Так что с камерами аккуратнее-аккуратнее. Судуков с золотом, с водопадом не нашли. Да? Обманывают в это. Ой-ой-ой. Так, ну вы тут видите, тут течет. Я думаю, мы туда не пойдем. Да, я думаю, мы туда пройдем. Просто мы быстренько пробежимся. Ничего страшного, что там лужи. Денис знает, что там лужи. Тут лужи. Все, вроде бы встали, тут даже не капает. Так, ну тут можно пробежаться и посмотреть, так как вы видите, тут сверху бешено течет. Надеюсь, мой стабилизатор с нашей камерой не помрет. Но тут это стоит того. Вы видите, это просто кусок камня длинного свисает. Я не знаю, сколько он. Метр два, наверное, в высоту. Так, тут опять лужи. Все, я намокла. Но ничего страшного. Так, тут везде все капает-капает. Но это стоит того. Просто длиннющий какой-то камень. Палка, я даже не пойму. Камни. Это камни свисают, представляете? Просто нереально. Нет, вот здесь, вот пока что здесь вот этот вид самый красивый, шикарный. Так что доходите до конца. Не бойтесь, если воды не боитесь. Тут капает. Да, я видела, Денис кричит, что какой здоровенный. Но это он не про себя, а про этот, про камень, который свисает. И вот Денис такой крохотный, крохотный. Так, встретили очередную дырочку. Это уже с другой стороны. Так, ну, собственно, мы сейчас с вами вниз продвигаемся, голову бережем. Смотри, вот это, ступеньки, чтобы люди не катались. Да, чтобы когда скатывались, то до ближайшей ступеньки, не на полную мощность. Так, вот такие у нас приключенческие походы. Нагибаемся. Практически квест. Так, собственно, спустились. Сейчас мы с вами были вон там вот, внутри водопада. Водичку посмотреть? Ой, просто божественно прозрачная. Я не знаю, сколько, метра два в глубину? Так, ой, а какая радуга. Немножко радуга отдает. Я надеюсь, вам видно. А там еще второй вот такой вот спуск. Там еще вторая речка спускается. Так, цвет, чтобы вы понимали, видели. Вот такой вот. Голубой, голубой, голубой. Так, то есть здесь можно уже посидеть, отдохнуть? Собирать. Ага, ой, какие волосы прям такие. Водорослиные волосы. Так, красиво вид. Так, о, нашли второй водопад. А это уже водопад пробная версия. Это, собственно, та речка сверху, которую мы с вами видели. Тоже очень красиво. Так, можно пофоткаться с попугаями. Так, интересно, отсюда можно полазить, нет? Все, я так понимаю, сюда приезжают на фотосессию. Вот очень красивые и нарядные женщины. И вот такая красота у нас. Лепота. Ага. Очень, конечно, это все интересно и захватывающе. Но Настя голодная. Так, здесь еще у нас есть локация. Так, а вот тот самый мужчина, который может обрушиться. Который зарез туда, куда нельзя лазить. Так, Денис что-то у нас зовет куда-то. Пойдемте за ним. Ого, тут летучие мыши. Это имя так воняет, да? Да. Отобрал микрофон. А, вот, сейчас мы подошли к обиталищу пещерных мышей. Вот, если... По запаху чувствуется. По запаху очень чувствуется. Не знаю, если прислушаться, то, в принципе, услышать можно. Единственная проблема, наверное, водопад будет все заглушать. Вот, если снизу посмотреть, то можно следы жизнедеятельности мышек увидеть. Так, залезли с вами на забор. Надеюсь, вам меня слышно. А, может, если даже не слышно, то хорошо. Просто насладимся с вами вот этой безумством природы. Просто нереальный водопад. Так, ресторанчик. Я думаю, даже кафешечка. Я думаю, там цены очень даже приемлемые, судя по количеству людей. Так, вот мы и догнали уже свадьбу. Обалденно красивая невеста. Так, и опять же тут вид. Так, поднялись на левый берег. Тут здорово вообще никого нету. Пустота. И такой красивый куст, можно сфотографироваться. Что я сейчас и сделаю. В общем, шикарное место, чтобы провести... Провести уикенд с семьей. Да? И... Да, шишки действительно здоровенные. Как говорит Денис. Кстати, мы были на Нижних Дюдиновских водопадах и на Верхних Дюдиновских водопадах. Ну вот от себя хочу сказать, здесь более уютное место такое достаточно. Здесь можно поддыхать. Больше кафешек. Ну, там, наверное, тоже много. Там еще, наверное, на тот момент были закрыты. Вот. Но сюда бы я вернулась второй раз. А там водопад, конечно, он эффектный. То, что он в море впадает, такой высокий. Но ты там как бы на него посмотрел и ушел. А здесь можно посидеть и, собственно, посмотреть на него, посозерцать. Пойдем? Созерцать. Выглядит очень здорово. Мне понравилось. Да, вон та ванна вообще здоровская. Я не понимаю, почему туда не пускают купаться. Я бы прям туда прям. Да? Ну, ты можешь сверху, там как раз речка, кстати. Знаете, можно на речке там сверху сесть и сюда как раз прилететь в ванну. Так, нашли эти развалины. Собственно, они еще не до конца развалились. Как можно увидеть. Так, ну, а сейчас мы пришли к месту, где раньше находилось производство оливкового масла. Соответственно, вот можно увидеть орудия труда, которые использовались при изготовлении. Ну, и остатки строения какого-то, которое здесь было. Тут написано, что исторический процесс. Тут, типа, очень много техник было. Со старых времен до нынешних изъятие масла. Типа, пишут, что первый метод, который использовался для добычи масла из оливок, это было раздавливание олив с помощью ног. И последствия удаляли его горячей водой. Ну, такие дела. И эта, типа, информация дошла до нас с глубоких времен. Ну, и вот, в принципе, желание, можно посмотреть, как это бы происходило, да. На этих же водопадах вот есть такая вот, не знаю, как назвать даже. Ферма, не ферма. Тебе, конечно, что это просто от мечети. Фазанчики вот, вот эти курочки. Это просто, чтобы... Может, и от мечети, да. Еще фазанчики. О, а здесь голуби и павлин. Это павлин самка, а это павлин самец. Думаешь, самец красивый? Конечно. Ого, какой хвост. А где твой хвост? Вот. А у тебя тоже есть длинный хвост? Да. А я не видела. Только он спереди. Да? Спереди павлина голуби. Очень красивый. Мне самка нравится больше. Самка знает, я за тебя. А у тебя у павлина хвост ободранный. Он обкаканный. Ну, еще и обкаканный. Здесь вот есть маленькая даже мечеть на территории. И тут вот такая подальше от водопадов тоже пикниковая зона. Пикниковых зон куча, куча, куча. Есть намного, кстати, симпатичнее, чем эти. Это такие тихие, уединенные. А это вообще детская площадка, насколько я понимаю. Да, детская такая площадка, загон для детей. Мне кажется, здесь можно оставить ребенка, он там и все. И все. Оставить и все. А тут все безопасно внутри. На этом, дорогие друзья, мы закончили гулять по Дюдиновскому водопаду. Место очень красивое. Нам понравилось с Денисом, что мне, что Денису. Советуем здесь сюда обязательно съездить. Если вы с детьми, даже если без детей, а бывайте удобную обувь, не скользкую, самое главное. Потому что здесь куча-куча камней всяких. Собственно, если вы не любите рестораны, здесь можно покушать самостоятельно. Куча пикниковых зон, брать с собой всякие соки, термосы, чаи, бутербродики. И спокойно-спокойно отдыхать с таким же великолепным видом на тот же самый водопад. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И пока-пока! До скорых встреч!